Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша программа будет посвящена драматургии русского профессионального театра. В период рождения и первых шагов русского государственного национального театра во второй половине XVIII века можно сказать, одновременно сосуществовали два художественных направления, получивших отражение и взрождающейся русской драматургии, и в сценическом искусстве. Это классицизм и сентиментализм. Как вы помните, первым директором русского для представления трагедии и комедии театра был Александр Петрович Сумароков. Ему же принадлежало право определять репертуарное направление театра. Соответственно, в этот период на сцене преобладали пьесы французских классицистов и самого Сумарокова, развивающего линию классицизма на русской почве. Классицизм занимал центральное место в европейской литературе на протяжении почти полутора веков. Как я уже говорила, сложилось это художественное направление во Франции, а впоследствии распространилось и в Англию, Германию, Италию, Россию. В основе идеологии классицизма лежала философия Декарта, его идеи рационализма. Настоящую ценность, согласно этой идеологии, представляет общество, государство. Значение частных интересов личности отвергается, уступая место интересам общественным. Отсюда вырастает главенство понятия «долг» в ценностной системе классицизма. «Долг перед государством, долг перед обществом – вот ориентир, руководствоваться которым должен каждый человек». Из пренебрежения к частной человеческой жизни вырастает одна из особенностей литературы классицистов. Герой классицизма – не живой человек со своим характером, со своей индивидуальностью, а некий обобщенный образ, то есть условный персонаж. Разделение литературных жанров на высокие и низкие, определившее трагедию высоким, а комедию, соответственно, низким жанрам, предписывало создавать трагедии исключительно в стихотворной форме, а комедии в прозе. Обязательно было также соблюдение правила трех единств – времени, места и действия. Эти условия, благодаря которым действие пьесы, движимое единым сюжетом, совершалось в одной комнате, или, например, на одной площади, и на протяжении не более чем суток, также определяли известную меру условности классицистической драматургии. Образцом для подражания поэтам-классицистам служила литература античности. Разработка русского классицизма, не просто перенятого у европейцев, но переосмысленного, органичного нашей национальной культуре, является заслугой именно Сумарокова и его последователей, единомышленников. Например, трагедии Сумарокова отличали от европейских образцов их хэппи-энды – счастливые развязки, которые обыкновенно в драматургии классицизма были приемлемы только в комедиях. Исследователями подмечено, что лишь две трагедии Сумарокова – Хареф и Синафы Трувер – оканчиваются гибелью героев. Кроме того, сюжеты своих трагедий драматург черпал не из античности, а из русской и древнерусской истории, стараясь таким образом сделать свои пьесы ближе и понятнее зрителю. Высокому жанру трагедии придавалось огромное культурное значение. Первые трагедии Сумарокова были восприняты как значительный скачок в развитии русского театра. В известном учебнике, названном филологами одним из лучших учебников по русской литературе XVIII века, Григорий Александрович Гуковский пишет «Мы должны признать Харева, написанного в 1747 году, первую трагедию Сумарокова, первую правильную, как говорили в XVIII веке, русскую драматическую пьесу вообще, незаурядным явлением русской культуры, и в то же время одной из самых больших творческих побед Сумарокова». Гуковский же указывает, что Сумароков пережил как бы две полосы трагедийного творчества. Первая группа трагедий относится ко времени подготовки и организации Петербургского регулярного театра. Затем наступает перерыв. Сумароков, до глубины души уязвленной своим устранением от руководства театром, поклялся больше никогда не писать драматических произведений и выдержал за рук в течение нескольких лет. Затем, может быть, в связи с участием Сумарокова в организации Московского театра, появляется вторая группа трагедий. В общей сложности Сумароковам написано девять трагедий. Основной характеристикой русских классицистических трагедий можно назвать их дидактизм, то есть поучительность, воспитательную направленность. Исходя из антитеза разума и чувства, Сумароков в основу каждой своей трагедии закладывает идею о том, что рациональное начало и верность обществу, верность государству важнее чувственного начала, ассоциирующегося с личными интересами отдельного человека. Герои трагедий Сумарокова – это не простой народ, а представители высших сословий. Именно к ним обращена проповедь драматурга. Именно их он призывает отказаться от всего личного, отказаться от эгоизма во благо интересов государства. Если говорить более конкретно, то коллизия строится на противоборстве государственного долга и любви героев. Те, кто имеет силы отказаться от страсти, назначаются автором примером для подражания. Те же, кто идет на поводу у личных интересов, признаются отрицательными персонажами. В основе трагедии Сенав и Трувор лежит конфликт двух братьев, влюбленных в одну девушку – Эльмену. Старший брат Сенав, обладая княжеской властью, изгоняет младшего Трувора из города за то, что Эльмена любит именно Трувора. Сенав забывает о своем княжеском долге и действует поддавшись неугасимой ревности. Эльмена же по настоянию своего отца соглашается на брак с жестоким князем. Однако в финале разлученные возлюбленные Трувор и Эльмена кончают своей жизнью самоубийством, заставляя князя раскаиваться в своей непростительной ошибке в том, что он пошел на поводу у страсти, а не у разума и долга. Однако нельзя однозначно заявить, что чувственная сфера несла сама по себе какое-то негативное значение. Напротив, трагедии говорили о любви как о чувстве, укрепляющем душу человека. Герои здесь, если любят, то навеки, и лишь честь и долг могут помешать влюбленным соединиться. Перусу Марокова принадлежат не только образцовые пьесы высокого жанра, но значительное количество пьес жанра низкого, всего им написано 12 комедий. Известно, что среди современников Сумарокова его комедии не были так же популярны, как трагедии. Первые сумароковские комедии, как положено написанные прозой, вообще-то были очень близки к фольклорным сценкам. Они были совсем короткие, не в пяти действиях, как было принято в традиции европейского классицизма. Кроме того, в них не было ярко выраженного сюжета, а были лишь комические условные маски, как в Народном театре, выходящие на сцену для показа собственного порока. Ведь функция комедии была тоже дидактической. Более поздние комедии Сумарокова, конечно, значительно отличаются от первых опытов, но условность их остается неизменной. Ученик Сумарокова, выпускник кадетского корпуса Михаил Матвеевич Хирасков, стал одновременно и продолжателем линии классицизма, и одним из первых драматургов сентиментального направления. Литературное творчество Хираскова было весьма разнообразным. Значительное место в нем занимала поэзия, элегии, сонеты, оды, и даже псалмы и кантаты. Но не менее важны были трагедии, комедии и драмы. Трагедия Хираскова «Венецианская монахиня», написанная в 1758 году, хоть и походила во многом на классицистическую, на самом деле имела общие черты из драматургии и сентиментализма. Героиня уходит в монастырь в отсутствии своего возлюбленного. Когда же возлюбленный возвращается, он хочет забрать ее оттуда, но закон монашества не приложен. В финале герои погибают. И кровавая развязка, и общая мрачность, тягостное настроение пьесы, и выбор героев, простых людей, а не знатных особ, все это стало отличительными чертами трагедии. Основным же отличием стала центральная идея пьесы, в которой, вразрез с требованиями классицизма, отстаивалось право человека на чувство, на любовь, вопреки его долгу. Так оправдание чувства постепенно выходит в творчестве Хираскова на первый план. В 1774 году Хирасков пишет пьесу «Друг несчастных». Пьесу на манер западных слезных драм, то есть драму сентиментальную. В 1775 году сентиментальную драму «Гонимые». Эти драмы нашли свое сценическое воплощение на сценах московских театров. Вообще, драматургия сентиментализма появляется в репертуаре русского театра еще в середине 1760-х годов. Название художественного направления произошло от французского слова «сентимент», то есть чувство. Как ни странно, именно на почве классицизма, призывающего пренебречь чувственным началом, и вырастает сентиментализм. Сентиментальной драме посвящена обширная вступительная статья сборника произведений русских сентименталистов под названием «Друг несчастных» или «Пробуждение сердца». Составитель сборника и автор статьи Наталья Сергеевна Пивоварова в частности отмечает, что в последнее десятилетие XVIII века начинает меняться театральная публика. Спектакли теперь посещают приезжие дворяне, купцы и разночинцы. Вот и героями, действующими на сцене, теперь становятся более простые люди. В упомянутых пьесах Хераскова появляются добросердечные и несчастные бедняки, вызывающие сочувствие у зрителя. Вместе с простыми, близкими публике героями в спектаклях стали возникать и узнаваемые детали простого быта, теперь уже совсем не условные, а вполне конкретные. Кроме того, именно вкусы зрителя теперь во многом диктуют и направление развития как сценического искусства, так и драматургии. Публика ждала от спектакля трогающих душу переживаний несчастных героев. Однако переживаний не безысходных. Точно в сказке, в сюжете сентиментальных драм, беда сменялась неожиданным счастьем, страдающие герои обязательно спасались от всех напастей и все неразрешимые проблемы удивительным образом разрешались. При этом значительную роль в развитии сюжета играли именно случайности. Жизнь героев сентиментализма вообще полна непредсказуемых обстоятельств. Как пишет Наталья Сергеевна Пивоварова, случай формирует судьбу. На первый план сентиментальная драма начинает выходить в начале XIX века. Это время таких сентименталистов, как Николай Николаевич Сундунов, Николай Иван Чилиин, Василий Михайлович Федоров. Написанная Карамзиным в 1792 году повесть «Бедная Лиза», ставшая образцом сентиментальной литературы, значительно повлияла на драматургов. Пьеса Федорова «Лиза. Или следствие гордости и обольщения» 1803 года была, например, практически переписанной Карамзинской повестью. Говоря о драматургии сентиментализма, нельзя не упомянуть, что в отличие от трагедии классицизма, написаны пьесы были прозой, приближаясь таким образом к разговорной речи. К тому же тексты пьесы забиловали разнообразными авторскими ремарками, в которых отражались и эмоции, и действия персонажей. По ремаркам этим несложно заметить, что вместо статичности условных героев классицизма, персонажи теперь подвижны и эмоциональны, зачастую даже экзальтированы на сцене. Они бурно выражают свои чувства, падают на колени, заламывают руки, плачут, смеются, дерутся и так далее. Конечно, подобная эмоциональная насыщенность действия оживляла спектакль, по-новому раскрывала возможности актеров и по-новому эмоционально вовлекала зрителя, заставляла его плакать и смеяться вместе с героями. И все же очевидно, что попытка сентименталистов в противовес классицистам вывести на сцену реальную настоящую жизнь с одной стороны позволила театру совершить ряд открытий, разнообразить действия, усложнить характер и оживить актера, но с другой стороны не приблизила живую жизнь, а лишь создала еще одну условную реальность. Образ простой жизни, которая оказывается полна неожиданных чудес, образ общества, живущего по законам единой семьи, во главе с мудрым и милосердным монархом Наталья Сергеевна Пивоварова отмечает, что образ государя, отца Отечества доступен, интимен для всех сентименталистов. Да и образы самих героев, предельно чувствительных, почти всегда готовых на высокодуховный поступок, все эти элементы сентиментальной драматургии по сути своей тоже оказались условны. Как я уже сказала, в западной литературе сентиментальное направление в драматургии нашло свое отражение в слезных и мещанских драмах. В России как раз в 60-е годы 18 века появляются переделки таких западных пьес, адаптированные к русской действительности. Автором таких, как мы сказали бы сегодня, ремейков выступал, например, Владимир Игнатьевич Лукин. Наиболее популярными его пьесами стали «Мод любовью исправленный» и «Щепетильник» 1765 года создания. Сумароков вел непримиримую литературную вражду с Лукиным, как с представителем противоположного классицизму направления. Ученики Сумарокова забрасывали Лукина памфлетами, сам же Лукин выступал против них в предисловиях к своим пьесам, в частности, обвиняя комедии Сумарокова именно в том, что они походят на русские народные сценки. Сам Лукин считал, что верный путь для русской драматургии это путь заимствования западных образцов. Конфликты вызывала и идея театра для простого народа, приверженцем которой выступал Лукин. Однако нельзя сказать, чтобы драматургия Лукина по своему мастерству могла сравниться с произведениями писателей Сумароковской школы. Собственного индивидуального стиля писатель не разработал. Оставаясь непринятым значительной частью коллег, а вслед за коллегами и частью публики, Лукин вынужден был оставить свое литературное поприще. При этом любопытно то, что многие литературные последователи Сумарокова и сами испытывали на своем творчестве влияние сентиментализма. Одним из таких сторонников классицизма был Яков Борисович Княжнин. В 1769 году он написал трагедию Дидона, уже более эмоциональную, чем образцовые трагедии классицизма. Известно, что Дидона пользовалась чрезвычайным успехом у публики, трагедия не сходила со сцен театра вплоть до начала XIX века. Интересно, что именно благодаря этому успеху Княжнин имел честь личного знакомства с Сумароковым. Княжнин много писал, хотя значительная часть его произведения была, как и у Лукина, переделками других пьес. И все-таки интересными образцами жанра остаются трагедии Княжнина, в которых еще заметнее черты сентиментализма. Титова милосердия 1779 года, Ярослав 1783 года. А еще примечательно две большие комедии, написанные в стихах Хвостун 1784 или 1985 года написания и Чудаки 1790 года. Обе переделки, но обе оригинальны и социальным русским содержанием и остроумными стихотворными диалогами, точно подготавливающими искрометный стиль грибоедовского «Горе от ума». Как рассказывает о финале жизни писателя Людмила Михайловна Старикова в главе учебника по истории русского театра, в последней его трагедии Вадим Новгородский 1789 года нашли отражение его смелые политические взгляды на самодержавие, из-за чего трагедия была запрещена, а Княжнин скончался после допроса в секретной экспедиции. Еще одним классицистом с сентиментальными чертами был Владислав Александрович Озеров. Широкую популярность приобрела его трагедия «Эдипп в Афинах» 1804 года, имеющая злободневные политические мотивы. В образе «Эдиппа», страдающего и несчастного, узнавался герой сентиментальной драмы, а прототипом образа спасителя Тизея современники видели самого Александра I. Успех завоевала и трагедия «Фингал» 1805 года, но наибольшую известность драматургу принесла патриотическая трагедия Дмитрий Донской 1807 года. Популярнейший в свое время драматург, которого сто лет спустя Осип Мандельштам назовет последним лучом трагической зари, трагически окончил и собственную судьбу. По материальным причинам он был вынужден покинуть столицу, после тяжело переживал снятие со сцены своей последней трагедии поликсена, вызванная вероятно политическими причинами и заставившие его отказаться и от новых творческих замыслов. Результатом неудач стала душевная болезнь его и скорая смерть. Возвращаясь к репертуару русского театра, нельзя обойти вниманием новый жанр, родившийся в начале 1770-х годов, жанр русской комической оперы. В 1772 году служивший ранее актером в придворном театре Михаил Иванович Попов написал комическую оперу «Анюта», ставшую впоследствии образцом этого жанра. Развивался и жанр комедии. После успеха комедии «Княжнина», а также комедии «Василия Васильевича Капниста-Ябеда», наибольшую популярность приобретают пьесы Ивана Андреевича Крылова. Пародируя трагедии классицизма, Крылов пишет в 1800 году свою шута трагедию «Подщипа». Предметом смеха в пьесе является и, собственно, пародия на особенности злободневных русских трагедий и сами характеры, подробные и остро разработанные автором. Важным достижением Крылова было использование разговорного и характерного языка, например, комических дефектов речи, используемых в создании образа жениха царевны «Подщипы» царевича Слюняя. Комедии «Модная лавка» 1806 года и «Урок дочкам» 1807 года и по сей день остаются смешными, персонажи их узнаваемыми, а сюжеты живыми и легкими. В то время как Крылов в своей «Шута трагедии» высмеивал художественные принципы классицизма, против сентиментализма направлял свой талант комедиографа Александр Александрович Шаховской. Его первая комедия, написанная в 1805 году, называлась «Новый Стерн». В ней граф Пронский, подражая лирическому герою Лоуренса Стерна, автора сентиментального путешествия, совершал свое псевдо-сентиментальное путешествие в деревню. Следует заметить, что образ сентиментального чувственника до Шаховского уже разработал в пьесе «Чудаки-княжнин». В «Новом Стерне» чувствительность героя высмеивалась в череде комических коллизий. Язык комедии был острым и афористичным, он включал и простую, грубую, живую речь. И это и последующие комедии Шаховского «Урок к кокеткам» или «Липецкие воды» 1815 года, «Пустодумы» 1819 года стали одними из самых популярных пьес начала 19 века. Направление, заданное комедиями Шаховского, продолжали пьесы Михаила Николаевича Загозкина. Его комедии «Проказник» 1815 года, «Комедия против комедии» или «Урок волокитом» тоже 1915 года, «Господин богатонов» или «Провинциал в столице» 1917 года и другие комедии того периода, хоть и были, очевидно, написаны под влиянием французских, в частности, комедии Мольера, все же изображали узнаваемые характеры. Образы представителей современности были разработаны остроумно, что, вероятно, и стало главным фактором, обеспечившим популярность этих пьес. И, конечно, самым на сегодняшний день известным комедиографом того времени заслуженно остается Денис Иванович Фанвизин. Свою первую комедию «Бригадир» Фанвизин написал в 1769 году. Она еще во многом была проникнута классицизмом, в ней заметно было влияние Сумарокова. В ней Фанвизин сатирически высмеивал необразованность и невоспитанность провинциальных дворян, а также их глупое увлечение Западом и пренебрежение к русской культуре. К слову, сам Фанвизин учился сперва в гимназии при Московском университете, затем в университете. Сохранились сведения, что юный Фанвизин участвовал в любительских спектаклях во время учения. Так что неудивительно, что рукописи своей первой комедии он сам с успехом читал в салонах Петербурга. Вершина творчества Фанвизина комедия «Недроссель» в ее финальном варианте была написана около 1781 года. Ее долго не пропускали на сцену, но в 1782 году она все же была поставлена в вольном театре и имела успех. Как известно, комедия поднимала острые социальные и политические темы, проблемы двора, крепостного права, недостойного образа русского дворянства. Но все-таки главной темой «Недроссля» была проблема воспитания. Свои главные мысли Фанвизин высказывал устами резонера, стародума. Именно поэтому Фанвизин впоследствии говорил, что успехом комедии он обязан стародуму. Безусловно, характеры комедии по-классицистски условны. Каждый отрицательный герой воплощает один характерный порог, положительный же герой высказывает поучительные идеи автора. Эта условность служила открытому дидактизму пьесы. Можно отметить индивидуальность персонажей лишь благодаря их речевой характеристике. На сцене же персонажи классицизма конечно не живут живой жизнью, реплики их всегда обращены зрителю, а не друг другу. Однако и в Бригадире, и в Недросле можно заметить и выход за рамки классицизма. Гуковский все в том же учебнике пишет об этом. В комедии Фанвизина есть элементы серьезной драмы, есть мотивы, которые должны были умилить, растрогать зрителя. В Недросле Фанвизин не только смеется над пороками, но и прославляет добродетель, Недросль полукомедия, полудрама. То есть с одной стороны Фанвизин вводит в комедию не смешные, а поучительные и лирические сцены. С другой стороны есть и сцены на первый взгляд не обязательные для развития сюжета, но важные для раскрытия образа жизни, быта персонажей. Главное же то, что среди условных персонажей масок в героях Фанвизина проглядывают то и дело неоднозначные черты, по-настоящему оживляющие героев. А об упомянутом сегодня Грибоедове и еще о многом другом мы поговорим уже в следующей программе. До свидания и всего вам доброго!